В Донецком республиканском академическом театре кукол состоялся вечер памяти Виктора Старикова. В этом году ему могло бы исполниться 75 лет. Почтить память заслуженного работника культуры пришли его коллеги и друзья. Виктор Стариков руководил Донецком. Виктор Стариков руководил Донецком республиканским академическим театром кукол на протяжении 28 лет и был не просто директором и руководителем, а настоящим сказочником, волшебником, добрым и мудрым. Казалось бы нам, взрослым, ну что делать в театре кукол? Здесь настолько интересный коллектив, настолько его отношение к жизни, вот это вот товарищеское, отеческое, он и коллектив так сформировал. Театральная среда очень непростая во взаимоотношениях. Люди творческие, легко ранимые, легко обижаемые. Вот здесь старела доброта, и она исходила от директора. Он был не просто директором, вот директор как-то сухо звучит, это был отец. Великолепный администратор, вот просто для, это очень красивое, хорошее, правильное качество директора, потому что это прежде всего еще и политик. Нужно принимать не совсем резкие решения в коллективе, нужно было уметь принимать политические решения для того, чтобы не нарушить гармонию, которая сегодняшняя, которая есть в театре, и не нарушить сам процесс, который в театре есть, это творческий процесс, и в то же время не нарушить законодательство. Это очень трудно, это такая скользкая грань, чтобы все было и получалось все. И как человек, скажу одним предложением, очень тяжело терять друзей. Всегда улыбчивый, ко всему относился с юмором, знал, где пошутить, был душой компании. Это был удивительный руководитель, удивительный музыкант, удивительный отец, удивительный муж, удивительный дедушка. Мы дружили, наверное, нас очень сближала не только юность и зрелая часть жизни, потому что так вот случилось, что он был руководитель с музыкальным образованием. Я тоже руковожу цирком, но имея профессиональное музыкальное образование, мы много пересекались, дружили с семьями, много времени проводили вместе. До сих пор больно, до сих пор тяжело говорить. Есть люди, которых невозможно представить ушедшими от нас. Вот Виктор Михайлович один из таких людей. Он был очень позитивным человеком, самые сложные ситуации, жизненные, рабочие моменты, он всегда разруливал с улыбкой на устах. Вы знаете, конечно, его уход, это был удар для всех, несмотря на то, что он был не молодой уже человек, но тем не менее он был настолько полон энергии, позитива, добра. Работоспособным был невероятно. И никак мы не могли предположить, что будет вот такой его скорый уход. Добрый и открытый. Благодаря нему в стенах Донецкого театра кукол сказка жила везде и во всем. Вы знаете, наверное, для молодых руководителей учреждений культуры, искусства Виктор Михайлович Стариков является, тяжело говорить в прошедшем времени о нем, является примером, образцом очень доброго, позитивного, энергичного, деятельного руководителя, администратора. Он был творческим человеком, он был потрясающим музыкантом. Он преподавал до последних дней своей жизни в музыкальной академии имени Сергея Прокофьева контрабас. Контрабас. Центральный инструмент оркестры. Виктор Михайлович был нашим фундаментом, нашим контрабасом. Наверное, самое удивительное качество Виктора Михайловича было, я его по-своему называл миротворец. Вот разные коллизии в жизни возникали. Не между мной и ним, а в обществе, в коллективе, среди коллег. Он никогда не сравнил людей. Он всегда находил слова примирения, слова компромисса. Не потому, что ушел человек, и вот о нем говорят только хорошо. О нем действительно невозможно говорить по-другому. Память о человеке будет жить столько, сколько мы будем о нем помнить. Стены этого театра будут все время помнить человека, который лучшие годы своей жизни отдал этому маленькому, удивительному, интересному театру. Мы продолжим дело всей его жизни. Мы будем творить во благо нашего маленького зрителя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok